приветствую зрители телеканала волгоград 1 в нашей студии меня зовут анна древнего это астрологическая программа и моя гостья ксения каттерфельд профессиональный астролог ксюша здравствуй здравствуйте ксюш у меня есть несколько к тебе сегодня вопросов которые присылали нам наши подписчики и наши зрители но самое первое о чем хочу я у тебя спросить в прошлой программе мы говорили о серьезных астрологических астрономических явлениях которые на нас влияли там был и парад планет и до 5 июля у нас действие вот скажи это все закончилось и теперь у нас все будет хорошо или начинается какой-то новый астрологический период ну могу конечно и огорчить и обрадовать потому что вообще целый год год чисток год переосмыслений сейчас как раз вот у нас ретроградный нептун включился это как раз таки пандемия обновления я об этом говорила в одной из программ что с июля месяца ретроградный нептун может нести за собой какие-то отравления новую болезнь и возобновление пандемии вот сейчас как раз таки переходящийся то есть нас подчистили нам мозги скажем так поменяли немножечко то есть каждый человек подумал а кто я а зачем я здесь а чего я хочу от жизни что я могу помимо той работы который ходил 10 и причем каждый начал думать о том о чем раньше вообще не думал то есть вот это вот период он дал нам задуматься а теперь ретроградный нептун дает еще и по самокопаться внутри где-то что-то до собрать до разобрать где-то собраться он то есть этот период он будет у нас до ноября месяца так что в принципе мы не закончили мы продолжаем просто теперь дочищаем то что не дочистили все же смотри вот помимо пандемии коронавируса у нас еще начались серьезные пожары природные у нас вот писала нам одна наша подписчица участилась количество дтп со смертельным исходом это у нас перешел марс вовном раньше он был у нас в рыбах то есть марс от агрессивный довольно энергетика и в рыбах когда он был он давал лишь агрессию в эмоциях люди эмоционировали люди там ревели плакали дрались было очень много убийств на вот таких фонах именно я обиделся все ты там давай иди а вот сейчас это все перешло вовна а то и сам овен он тоже такой довольно агрессивный спортивный поэтому конечно же рыба нас подготавливала к данному периоду и теперь получается огонь плюс огонь там еще и лилит аспект лилит у нас в овне а лилит это такой маленький чертенок который любит все портить скажем так и конечно же сейчас идут и пожары и дтп получается все эти негативные эмоции у нас пришли в действие и сейчас я много кому как раз рекомендую быть очень аккуратно на дороге прям очень предельно это будет до ноября месяца так как ретроградный нептун дает вот это помутнение иллюзии непонятно что я кто и особенно те кто недоразобрались данный период они еще больше закопались себе и нептун их добивает и конечно же вот это марс вот это изнутри выходит выходит и если человек спортом не занимается не занимается вообще выплескиванием этих энергий негативного характера конечно это идет вот так вот то что дтп я вот сама недавно буквально видел около моего дома сбили девчонку четыре парня ехали просто они даже мне кажется не заметили просто ехали не вообще никак то есть а ретроградным как будто застеливает все весь разум если человек живет неосознанно то конечно же происходит подобного рода события и здесь просто как бы вот этот ретроградный нептун и марс он призывает к осознанности то что сейчас люди которые живут осознанно их это конечно же минует люди которые живут между между им как раз таки сейчас говорят подумай ты осознан или нет и сейчас как раз вот тренинги идут на эту тему это все не просто так то есть лена нам помогает говорит вот тебе дверь к открой и все у тебя будет хорошо либо те которые живут неосознанно конечно же случается подобного рода событий потому что даже тот кто переходит дорогу он тоже скорее всего был не совсем осознан он не посмотрел налево направо или пытался там быстрее перейти дорогу то есть все тут вот что что подразумевают астрологи под термином осознанность потому что наверное не то же самое что психологи или то же самое но по сути на самом деле психологии астрологии тут смежно единственно что психологии это все-таки наука до астрологии то культное знание но она древняя она из поколения в поколение передавалось это знание то есть анализировалась это все и собственно говоря то по сути одно и то же сейчас вот к этому все мы пришли то есть когда человек знает чего хочет идет по своему предназначению, выполняет свою миссию души, в этом он осознан. Он прекрасно знает, что моя миссия в том-то, мое предназначение в том-то, я сегодня делаю вот это. Вот это есть осознанность. Когда человек живет по этому пути, у него и здоровье хорошо, и в жизни все хорошо, и по деньгам, и по финансам, и по любви, то есть нет никаких проблем особо. Ксюша, вот этот период агрессии, которая перешла в действие, когда он закончится? В ноябре, вот прям под конец года, еще в декабре как-то что-то останется, но уже по-легкому это будет идти. Самый, конечно, прям пик это ноябрь, вот сейчас июль, август более-менее такой агрессивный, потом нам передышку в конце августа дадут на сентябрь, и там октябрь, ноябрь тоже будет такая небольшая агрессия. Но я думаю, что в следующей передаче я побольше раскрою этот момент. Так, у меня отпуск в сентябре, я, значит, в нужное время. Да, сентябрь, кстати говоря, вот тот период я вот много карт просмотрела для предпринимателей, почти у всех все хорошо в сентябре, именно для открытия бизнеса, для восстановления, для масштабирования. В сентябре он у всех выпадает прям самый хороший. Ну, потому что аспекты именно очень хорошие. Вообще Марс с одной стороны негативен тем, что много негатива вот идет вот это от людей, а с другой стороны позитив в том, что это большая энергетика, которой можно воспользоваться просто в хорошее русло, не тратить его. Потому что когда мы энергетику не тратим, конечно же, она такая думает, ага, ты меня в хорошее не тратишь, дальше мы пойдем в плохое. И, конечно же, начинаются конфликты с родственниками, с друзьями, с окружением, все раздражает, ничего не нравится. Это вот все, когда ты просто этот потенциал не реализуешь. То есть Марс дает тебе энергетику, ты там бизнес открой, иди на работу устройся, займись чем-нибудь. То есть вот эта энергетика дана. То есть после чистки, восполнения. А люди чувствуют эту энергетику, которая приходит? Да, конечно. Сейчас очень много кто начинает активничать, понимает, что все, мне надоело сидеть, я хочу действовать. Просто вопрос в том, что не каждый понимает, куда хочет он действовать. А вот смотри, как-то получилось, что многие мои знакомые в последнее время мне рассказывали о том, что приходят какие-то неожиданные предложения. Либо в совместном сотрудничестве, либо из какой-то сферы профессиональной, в которой человек себя сам не видел, а вот со стороны его там видят. Ну и предлагает ему попробовать. Я так понимаю, сейчас вот эти возможности, которые приходят, ими как раз лучше воспользоваться, да? Конечно. Мы говорили об этом в прошлой программе про аспект миллионера. Как раз таки вот сейчас он еще у нас действует. До вот 8-9 прям он так хорошо играл. Вот особенно в этот период, я думаю, что много кто их получил, эти предложения. То есть да, конечно, это то самое, за которое сейчас нужно брать и делать. И главное не бояться. Ксюра, скажи, помимо вот этого процесса, такого всплеска энергии, который продлится до ноября, какие-то еще астрологические процессы мы будем на себя ощущать? Да. Я вот как раз хотела рассказать. У нас сейчас идет ретроградный Меркурий. До 12 июля он будет идти. Потом он переходит в стационарное положение. Еще парочку дней он будет доходить. То есть Меркурий, он отвечает за наш голос, за наш разум, то, как мы слышим. То есть сейчас информация идет такая, исковерканная немножко. То есть не каждый ее разберет. Как будто мы живем на разных полюсах. Мы говорим об одном и том же, но понимаем все по-разному. На этом фоне плюс Марс, плюс Нептун ретроградный. И, конечно же, идет конфликт. Я неправильно тебя поняла. И никто даже не вспоминает про слово прости. Пожалуйста, я тебя не поняла. Объясни еще раз. То есть сейчас я прям прошу всех вот к этому вот. Почувствуй, вдруг я неправильно поняла или неправильно понял. Переспроси лучше. Меркурий как раз об этом говорит. Переспроси голосом, подумай своим разом. Вдруг я неправильно понял. Это до 12 июля. Прямо самая такая горячая точка будет. Потом еще дня три будет отголоски. То есть еще можно будет конфликтовать. Потом, в принципе, Меркурий становится хорошим, положительным, директным. И уже это все уходит на нет. Самое сейчас такое, это, конечно же, Марс, Вовни и ретроградный Нептун. Они, конечно, будут туманить. Много иллюзий будет. Много обманщиков на этом фоне может появиться. Скорее всего, уже много кто получал звонки. Даже в том числе и я получала звонки там со Сбербанка и еще откуда-то. То есть в этом плане, конечно, тоже надо быть бедителем и аккуратным. Чтобы вас не ввели в заблуждение. Не пригласили в какую-то там секту или еще куда-то. Ну, то есть это все про осознанность, про понимание, куда мне надо и зачем мне туда надо. Это вот главные такие явления, которые будут здесь. Сейчас нам дают после всего, что мы пережили, после парада, после бури эмоций. Я вот рассказывала про, скажем так, люди, которые там в одного влюбился, во второго влюбился. Выбрать не могу. Или там я вроде бы женат, а у меня раз любовница. Я вроде бы не планировала. Ну, то есть вот этот период, он сейчас у нас, скажем так... Я вроде бы не планировала, мне понравилась эта фраза. Ну да, вот этот период, он как раз-таки на то и был. Я ничего не планировала, логика вообще была отключена. Жена, были только эмоции. Я влюбился, не понял вообще, как это произошло, но я влюбился. Я понимаю, что к тебе люди приходят с этим, да? Да, да, да. Вот этот период, он до этого и был, чтобы люди понимали. А вообще вот жена, это вообще мой человек, я хочу быть с этим человеком. А вообще как? Стоит ли мне что-то делать для этого? Или я готов ли что-то для этого делать? Ну, то есть вопросы такие уже на осознанность тоже приходили. То есть раньше ко мне просто приходили, вот... Ну вот, подходит мне этот человек или не подходит? А теперь уже приходят с более такими осознанными вопросами. А мое ли это? Как мне сделать, чтобы все было хорошо? А стоит ли мне с этим человеком ехать в другой город? А там все у нас будет хорошо в другом городе? Или что-то пойдет не так? Ну, то есть уже вопросы такие более интересные были. Для меня это на самом деле было большое наслаждение, что наконец-то мир меняется. И я это прочувствовала, потому что об этом говорили еще многие астрологи до меня. То, что 20-й год, дальше плюс 19 лет, мир поменяется. То, что у нас приходит эра Водолея. Получается, меняется в сторону осознанности? Да, эра Водолея. А Водолея – это энергетика как раз осознанности. Во-первых, команды. Учиться работать в команде. Раньше мы все были один за себя, и все. Вот я над всеми смотрю сверху вниз, или как-то наоборот. Кто-то там повелевал, кто-то... А сейчас все идет к осознанности и к тому, чтобы работать в команде. То есть мы все понимаем, что один уже никак здесь не выжить. Надо дружить, надо общаться, что там вот на другом, не знаю, континенте, но тебя ждут, тебе помогут, ты там можешь найти работу. И это очень круто. То есть сейчас прям прогресс будет очень классный. Новые профессии уже идут. Люди новые рождаются. У них уже совсем другие мысли, совсем другие хочу, интересы. И даже вот ты смотришь на этого младенца, а уже в глазах видно, что человек осознанно. Он уже понимает, что ему надо, что он хочет, куда ему идти. То есть там скорее даже мама будет прислушаться к этому ребенку, чем ребенок к маме. У них будет вот это вот обоюдное такое. Это очень такое наслаждение на самом деле. Я вот просто смотрю на этих людей, это просто бомбезно. Интересно, что даже психологи говорят о том, что вот сейчас рождается поколение детей с запросом, для чего я пришел. То есть это те люди, которые уже в детстве ищут ответы на эти вопросы. И детские психологи говорят о том, что родителям не надо сильно учить этих детей. На самом деле у них изначально мудрости настолько много, что они сами могут учиться. Им нужно только давать любовь, поддержку и все, в принципе. Им более ничего не надо. И ко мне приходят как раз такие мамочки. Вот у меня три ребенка. Вот младший больше всего внимания должен бы получать. А я вот старшим больше внимания. И вот я понимаю, что младший настолько умный, он настолько все чувствует, что старшим больше внимания надо, что он даже не говорит ничего своей матери. И это просто вот вау для меня было. Когда я стала смотреть их карты, я все поняла, что у них там в центре. Как раз-таки у них у всех в центре Нептун. А Нептун – это люди индига, люди с осознанностью. Они уже чувствуют, они чувствуют вибрации, они прямо насквозь видят всех людей. Тебе плохо? Он будет плакать. Он подойдет к тебе и обнимет. Ты можешь стоять вообще далеко от него, он все равно почувствует, что с тобой что-то не так. И эта энергетика детей, она чистит энергетику у нас взрослых. То есть если у нас там за весь день мы устали, мы какие-то все из себя все выкинули, он подходит и просто прям эта энергетика к тебе идет, как такой дополнительный источник. Это очень классно. И идет такая генерация. Но это что касаемо таких детей, и я просто представить пока не могу, что будет, когда они вырастут вообще. Насколько они же творчески, они вот реально пришли создавать. То есть были у нас до этого люди, которые все разрушали, все как-то подчищали. Как раз сейчас период идет такой, до дочищения. Вот где-то в феврале следующего года это все закончится. Там еще кризис финансовый, где-то в феврале должен стукнуть. Об этом мы расскажем подробнее, что касается каждого знака зодиака. Думаю, будет полезно и интересно. Но вот потом уже как раз-таки вот это подрастающее поколение, прям уверена, что они будут что-то творить, что-то нереальное. Я просто жду уже, когда же это придет. Это классно. Это те дети, которые рождаются вот сейчас, да? Да, да, да. Люди, у которых центральный Нептун просто сильный. Люди, которые обладают нереально сильной энергией, такой вибрацией рядом с ними, маленькими, уже хочется сидеть и не уходить от них. Они классные. Ксюш, ты подготовила для наших телезрителей еще гороскоп, да, по знакам зодиака? Гороскоп пока что не готовила. Я вообще хотела рассказать про убывающую Луну, так как мы пережили такой, можно сказать, мини-кризис для каждого из нас. То, что был парад планет, это было переосмысление. Каждый из нас выбирал что-то свое. Что важнее сейчас? Приоритеты, ценности. То есть вот этот период, как раз-таки целый месяц с 5 июня по 5 июля мы это все делали. Потому что был еще у нас парад затмений. Это как раз-таки тоже период на это все. И вот 4-го, с 4-го на 5-е под закрытие парада затмений был парад планет. Он был небольшой. Наверное, кто-то представляет, парад планет, там длинная такая линейка. Как планеты выстроились в ряду. Да, да, да. На самом деле это будет аж 2161, если не ошибаюсь, году полный парад планет будет. Пока что был такой мини. Он не сильно был серьезен в данном аспекте. Но выбор все равно какой-то каждому пришел. Кажется, полный мы не увидим. Ну да, скорее всего не увидим. Вот сейчас после всего этого требуется восполнение. И я хотела рассказать вообще про бывающую луну сейчас. Что можно делать, что нельзя. То есть дать рекомендации. И хочу дать очень интересную... Это, Ксюша, рекомендации на какой период? Это вот до 20 июля. Потом 20 у нас новолуние. Собственно говоря, на новолуние тоже хочу чуть-чуть зацепить, чтобы сейчас просто каждый понимал, что же делать после такого периода. Давай тогда по порядку сначала про... Про... Про бывающую луну. Да, да, да. Ну вот что нельзя делать. Первое – это что-то говорить в гневе. Почему? Потому что убывающая луна, она тоже дочищает, она чистильщик. И если ты сейчас скажешь, я не хочу тебя видеть, Вселенная тебя услышит, скорее всего так и сделает. И потом ты будешь об этом жалеть. Поэтому в гневе ничего не говорим. Особенно самого там плохого, больного и так далее. То есть эмоции сейчас прям стрибуется в большая концентрация. Также не начинать ничего нового. То есть все, что сейчас будет начато, скорее всего будет закончено. Или через какое-то время, или довольно быстро. То есть это тоже надо контролировать. Вот как раз таки 20 июля на Валуне и на Рослуны уже можно что-то начинать. Тоже касается финансовых операций. То есть вложиться, проинвестировать что-то. Вот именно на растущую луну хорошо после 20 июля делать. Далее не совершать крупных, важных покупок. Покупка недвижимости, машины. Ко мне очень много клиентов приходит постоянно. А можно ли сейчас купить вот это? А вот это? Вот прям нет. 20 июля, плюс еще ретроградный Меркурий. Там техника Меркурий как раз отвечает еще за поездки короткосрочные, там в другой город. Вот сейчас 300 раз перепроверьте, если вы куда-то едете. Машина все взята, документы все взяты, колеса там, запаска. То есть что все было. Потому что сейчас с Марсом этим активным это очень страшно. Мы сегодня снимали сюжет о том, что... Ну мы снимали, например, одного жилого дома, но на самом деле такая картина. Во многих идут перепады со светом, и у людей ломается бытовая техника. У кого там просто утюги и микроволновки, у кого-то накрываются там холодильники. А это сноцеливые. Понятно, что люди это все объясняют перепадами электронапряжения, но я так понимаю, что у астрологов свое видение. Да, у нас свое видение. Это как раз таки Марс так реагирует, это Нептун. То есть это вибрации, которые были накоплены у людей. То есть много конфликтов, много ссор, много обид. И, конечно же, электроэнергия, она вокруг это все чувствует. Так же, как и люди, так же, как и кошки. Вроде бы ты улыбаешься, а человек с тобой рядом сидеть не хочет, потому что у тебя там внутри все кипит, ты не очистился. Ты вовремя не проревелся, не прокричался, не выписал себе там куда-нибудь, а в себе все это держишь. И, конечно же, рядышком люди. А сейчас там период, мы, можно сказать, если раньше еще как-то просто чувствовали, что на нас кто-то смотрит, то сейчас мы уже чувствуем, что этот человек чувствует, когда на нас смотрит. То есть сейчас эта грань уже не такая, как раньше. Это вот со временем, сейчас скоро мы к этому придем, мы начнем это чувствовать. Вот я, ну я уже давно этим увлекаюсь, мне это очень интересно. Я уже ощущаю, что и ту, и я понимаю, что вот там, там человеку плохо, вот тут наоборот хорошо, там счастливый человек, ребенку плохо или хорошо. И они чувствуют то же самое, то есть они более открыты. И вот сейчас со временем, со временем люди все равно начнут это ощущать. И я считаю, что как раз таки, когда люди начнут это чувствовать, придет вот это осознание, что да, там человек реально себе плохо чувствует. Надо наоборот там простимый сказать, поблагодарить. И вот с вещами на самом деле то же самое. Вот лежит у нас вещь, которую мы не трогаем, она забирает у нас энергию. Вот как раз таки сейчас я очень рекомендую всем выкидывать вещи, которые мы не пользуемся никак, чтобы у нас не было тока лишней энергии. Либо прям подойти, погладить там, не знаю, холодильник, спасибо, что ты там помогаешь, я вот еду в тебя ставлю. Ну то есть прям, чтобы он не портился, потому что прям, я сама заметила, я последнее время дома почти не была, много путешествовала, работала, и почти на него не смотрел. Он начал прям стучать. Это реально для меня было аномалия. Новый холодильник начинает стучать. Думаю, что такое? Я подхожу к ним и понимаю, что я просто на него забыла. Просто, ну, холодильник и холодильник, а потом понимаю, ну да, остаточное явление, я про холодильник забыла. Я его погладила, и все, с тех пор он не стучит. Ну вот смешно, действительно. То же самое было у меня со спецсистемой. Он начал у меня капать. Ну то есть, как бы, включи меня, жара же, ты что не включаешь меня? Я его включила, он покапал, покапал, перестал. Я его выключила, перестала пользоваться. Думаю, вентилятор включу. Раскапает. Я, честно говоря, сейчас представила, как наши телезрители пошли все на кухню, подошли к холодильникам, пообщались с ними, погладили тогда. Не ломайся, тут у нас все хорошо. За этим понаблюдать очень интересно. Вот честно, я была раньше скептиком ко всему этому. Сюж, какие еще рекомендации можем дать нашим зрителям? И что вообще можно делать в данный период? Можно избавляться от ненужных воспоминаний, вещей, рассчитываться с долгами. Вот именно сейчас можно. Для восполнения энергии мы избегаем стрессов, избегаем чрезмерных тренировок. То есть сейчас мы накапливаемся. То есть, собственно говоря, здесь, особенно, если мы кому-то сейчас дадим в долг, этот человек с нас делает оттяжку, мы этот долг забираем, оттяжки, соответственно, нет. Ну и еще я хотела дать рекомендации как раз-таки для эмоционального отпускания. Это техника трех свечей, когда мы, ну, конечно, в безопасной комнате, чтобы не было у нас ничего рядом, стаканчик или тарелочка, кому как удобно. Первую свечку мы ставим за прощение. Это за прощение людям, допустим, которых нас обидели, которых мы обидели. То есть и себя простить надо, людей простить прям ставишь, визуализацию включаем, то есть там человека представляем, что или себя представляем, или проворачиваем даже эту ситуацию перед глазами прям свечку и через глубокий именно вдох, чтобы пришло осознание вдох, выдох, я прощаю себя, или я прощаю такого-то, такого-то поставили. Потом вторая свечка это благодарность. То есть также вдох-выдох, представляем вообще насколько человек хороший, насколько мы его любим, сколько он хорошего нам дал и ставим, говорим прям от себя благодарю тебя за там, ты такой классный, сделай мне то-то, то-то. И конечно же третья свечка собственно говоря само отпускание. То есть мы прям представляем, как все негативное в нашей жизни отжигается. И вот так вот ставим свечечки, в принципе до конца их не надо догорать, ну там хотя бы минутку, чтобы они постояли, через вдох-выдох все это задувается. Уже почувствуется облегчение. Вот сейчас вот эта техника очень классная, хорошо работать будет. Ксюш, это, я так понимаю, в принципе все, что хотят сказать наш телезрителям, тогда у меня есть немножко к тебе вопросов, тоже от наших телезрителей, от подписчиков в социальных сетях. Ну вот такой вопрос интересный. Если реально представить, что каждый день для одной двенадцатой населения Земли, у нас же 12 знаков зодиака, выпадает одинаковая судьба, то как это вообще может уложиться как бы в понимании человека? И действительно ли это так? Получается, что сегодня вот на планете Земля такое большое количество людей, с которыми у меня вот на сегодняшний день одинаковая судьба? Ну, здесь я не могу сказать, что это прям вот стопроцентно твоя судьба, вот так вот и никак иначе быть не может. Это, то есть мы родились, нам сфотографировали на небе, как у нас, что было, в нас заложили, да, какие-то ресурсы, которыми мы можем пользоваться. И здесь у каждого человека, Бог же нам дам, выбор всем, то есть у нас есть выбор, какой энергии мы воспользуемся, на что мы ее воспользуем, негативно, позитивно, на самом деле тут все от выбора зависит. Да, энергии, которые мы можем пользоваться, у них будут одинаковые, это верно. То есть даже близнецы, когда приходят, вроде бы, как бы, разные люди по-разному все делают, но заложены у них одинаковые. То есть кто-то этот потенциал, ну, допустим, Марс центральный, вот сейчас как раз скин в ажуре работает, Марс это колесо-режущие предметы, это спорт. То есть кто-то пойдет там, не знаю, в бьюти-индустрию, будет ботокс делать людям, да, колесо-режущие предметы, кто-то этот Марс воспользуется и пойдет тренером на спорт. То есть вроде бы одна и та же энергия, но разные люди разной профессии. То есть тут выбор есть у каждого на самом деле. Все же, скажи, почему астрологи ориентируются на дату рождения человека, а не на дату зачатия, например? Потому что именно рождение человека происходит, когда мы делаем первый вдох. Вот мы вдохнули, вот он наше рождение. Мы начали кричать, мы сделали вдох, сердце бьется, мы живем. То есть именно через вдох мы уже сейчас считываем, что вот оно рождение. Я поняла. Ты упомянула близнецов, а вот я тогда спрошу, почему бы не воспользоваться, у меня такой личный интерес. Скажи вообще, как астрологи не определяют, а как они трактуют судьбу рожденных близнецов? То есть насколько изначально у этих людей судьба одинаковая? Либо, может быть, звезды их на каком-то этапе разводят, у них там разные, одинаковое ли предназначение, одинаковая ли миссия души? Ну и вообще, как бы, про вот эту мистическую связь, про которую очень многие говорят между близнецами. Подтверждается ли она астрологами? Ну, конечно, подтверждается, потому что буквально, во-первых, это даже не только астрология, это еще и эзотерика подтверждает. То есть каждый из нас, мы с кем-то даже просто поживем, даже вот в браке, между нами организуются определенные связи по чакрам, и мы взаимосвязаны. То есть у близнецов, конечно же, то же самое. Вы в любом случае взаимосвязаны настолько, что вы умеете читать друг друга, чувствовать на стороне, что кому-то плохо, кому-то хорошо. То есть тут в астрологии как раз-таки миссия души, да, у вас практически одна и та же, но просто вы можете воспользоваться ее и по-разному. То есть, ну, допустим, если мы смотреть будем миссию, ну, в том же энергии стрельца, то есть стрелец – это человек, который будет чему-то обучать. Кто-то пойдет просто преподавателем в школу там для детей, миссию так реализует, а кто-то повыше пойдет, он там станет духовным наставником, каким-нибудь гуру йога. То есть, опять же, по выбору. Выбор есть всегда. То же самое по центральным планетам, как я рассказывала в предыдущий раз. То есть тут вы друг друга можете поддерживать. Ну, вообще, я просматривала очень много близнецов в свое время, и бывает так, что кто-то попадает в тюрьму, потому что в негативное русло все пошло. А у кого-то, наоборот, он пошел в высокое русло, да, высокие вибрации, и у него все наоборот хорошо, он стал известным, популярным, куча денег заработал на этом всем, и потом, бац, и они как-то меняются. То есть тот выходит из тюрьмы и поднимается, идет, кто-то идет вниз, ну, потому что популярность его буквально загнула, потому что у них миссия была какая-то другая, они не воспользовались этой ресурсом правильно. И из-за того, что был дисбаланс, они друг друга не поддерживали. Допустим, если миссия была конкретно в этом, поддержать друг друга, заниматься семьей, это узел у нас с северным враги, то есть заниматься семьей, поддерживать друг друга, тогда вот как раз-таки такие перемены, вот это реально мистично, то, что у них узел, они расходятся, вроде бы все хорошо, а тут раз, они обратно в одну точку, в исходную. То есть их вселенная берет, складывает и говорит, так, ребята, вам нужно пересмотр сделать. Делаем стоп, пересмотр, живем дальше вместе. Но это опять же от миссии все зависит. А бывает, что миссия, да, вроде бы одна, но настолько все по-разному. У кого-то более высокие вибрации, у кого-то более средние, у кого-то низкие. То есть тоже зависит все от миссии. Надо смотреть, опять же, по энергетикам. Кому что интересно, все от выбора зависит. Вот бывает, рождаешься и чувствуешь, что я вот хочу вот это, а второй говорит, я это не хочу. И, конечно же, пути расходятся. А бывает, что они хотят одного и того же. Вот сестры Олсен, допустим, да, они вместе, вроде бы их вместе, 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 а потом-то все-таки они разошлись. И сейчас, если посмотреть, они же абсолютно разные стали. Потому что миссия души у них, на самом деле, была не пойти на телеэкраны, не показывать себя. То есть буквально просто их вывели с нестой дорожки. А какая у них миссия души? У них, сейчас они как раз занимаются творчеством. У них как раз-таки миссия втворить, миссия создавать. Вот я сейчас точно не помню. Одна из них, я точно помню, что духами занялась и бренд одежды какой-то открыла. И вот она, кажется, вторую сестру к себе взяла. Они сейчас вместе что-то делают. Но я давно не читала про них, на самом деле. Но одна из них пошла в Морол, сейчас занимается. То есть она тоже там стала творчеством заниматься. Ей это понравилось. То есть для нее она воспользовалась своей энергетикой так, что все у нее хорошо пошло именно показать себя лицо. А вторая, наоборот, ей было так плохо, что она скрылась оттуда. То есть у них вроде бы все. Но на самом деле и там, и там они занимаются творчеством. Там кино творю, а тут бренд творю. И у них сейчас все замечательно в этом плане. Южа, спасибо тебе большое. Но, к сожалению, у нас вот время заканчивается. Наши программы мы успели рассказать нашим телезрителям все, что хотели. Да. Есть еще, наверное, кое-что, но это мы оставим на следующую программу. Да, это мы расскажем. Я напоминаю нашим телезрителям, что гостей сегодня моей в студии была Ксения Каттерфельд, профессиональный астролог. Я с вами не прощаюсь, и мы обязательно увидимся в эфире. Всего доброго. Продолжение следует...